Отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе «Слава Богу за всё!» том 6 в двух книгах. Книга первая. «Санкт-Петербург. Издание Санкт-Петербургской Духовной Академии. 1900». От Совета Санкт-Петербургской Духовной Академии печать дозволяется. «Санкт-Петербург. 16 октября 1899 года. Ректор Академии Борис, епископ Ямбургский. Типография Апы Лопухина, тележная улица, дом номер 5. Краткое предисловие святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, толкование на пророка Исаию. Кассета первая. Превосходство пророка Исаия весьма ясно можно видеть и из самой книги его, но совершеннее показывает это апостол Павел, который знал лучше всех добродетелей его и говорил святым духом. Объясняя смелую речь пророка, нераболепный образ мыслей, высокий ум и большую ясность пророчества о Христе, он выразил все это одним словом. Исаия же смело восклицает, меня нашли неискавшие меня, я явился не вопрошавшим о мне. Римлянам 10.20. Велика та же и сострадательность этого пророка. Он не только восставал против народного безумия и с великой смелостью, свободной речью и высокими мыслями возвещал евреям угрожавшие им скорбные обстоятельства, но и сам среди этих обстоятельств скорбел и сокрушался не меньше подвержившихся им и плакал горче угнетенных ими. Таковы были обыкновенно, можно сказать, все пророки и святые. Расположением своим к руководимым ими они превосходили любовь отцов и далеко превышали силы природы. Действительно, никто, никогда никто не пламенел такой любовью к своим детям, с какой они умирали за руководимых, скорбели, плакали, молили Бога о страждущих, шли вместе с ними разделять бедствия, делали и терпели все для того, чтобы избавить их и от вышнего гнева, и от угнетавших обстоятельств. Никто не может быть так способным к принятию власти, как душа любомудрая и умеющая сострадать. Потому и великого Моисея Бог возвел на престол народного водительства, что он еще прежде делами показал свою любовь к народу, и после говорил, «Если не оставишь им грехи, то и меня изгладь из книги, в которую ты вписал» Исход 32.32. «И этот самый пророк, видя погибели, говорил, оставьте меня, да плачу горько, и не пытайтесь утешить меня о сокрушении дочери рода моего» Исайя 22.4. Иеремия составил пространный плач по разрушению города. Иезекииль даже пошел вместе с ними в плен, считая более легким для себя быть в стране чужой, нежели в отечественной, находя величайшее утешение и несчастье находиться вместе с страждущими и исправлять дела других. Даниил ради возвращения их из плена двадцать и больше дней оставался без хлеба и со всем усердием молил Бога об освобождении их от горького рабства. И каждый из святых сияет этой добродетелью. Так и Давид, видя посылаемый гнев Божий, угрожавший народу, просил направить удар на него самого и говорил, «Я, пастырь, согрешил, и я, пастырь, сделал зло, а стадо это, что оно сделало? Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего». И патриарх Авраам, находясь вдали от бедствия и не имея никакого участия в угрожавшихся домлянам в несчастьях, просил и молил Бога так, как будто находился среди самых бедствий, и не отступил бы в своем ходатайстве, чтобы отвратить страшное сожжение, если бы Бог, оставив его, не отошел. А святые Нового Завета являли еще большую добродетель, как получившие большую благодать и привязанные к большим подвигам. Потому и Петр, слыша слова Христовы, что богатым весьма трудно зайти на небо, скорбел, трепетал и спрашивал так, «Кто же может спастись?» Лука 18, 26, хотя относительно своих обстоятельств имел смелую надежду. Они смотрели не на свое положение, а заботились о вселенной. И Павел показывает нам это во всех своих посланиях. Предпочитая видение Христа, даже спасение людей, говорил так, «Желая разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше, но чтобы пребывать с вами во плоти, нужнее для вас». Филиппийцам 1, 23. Такой же характер сохраняет нам и этот пророк, который, изрекая определения Божьи, с великой смелостью запрещая грешникам непрестанно и продолжительно умаляет Бога, разгневанного против них. Особенно можно видеть это в конце его пророчества. Теперь же нужно начать с самого вступления.